Вот Яндекс.Такси. Я им пользуюсь. Вы почему выбрали его? Я выбрал, потому что это удобно. Вы почему выбрали именно там работать? Подрабатывать. Александр Пестеров подрабатывает таксистом около 17 лет. За это время проработал почти во всех фирмах-перевозчиках. С появлением нового сервиса, не задумываясь, принял предложение работать под знаменем Яндекса. Но мужчина еще не догадывался, что с ним будут связываться не только клиенты, но и водители из других фирм такси. Они сказали, мы ваши машины либо сожгем, там свидетелей было человек 100. Либо сожгем, либо поразбиваем. Ну а так, говорит, найдем старые машинки, как говорится, и подогоняем, поразбиваем. По иронии судьбы, после таких угроз Александр действительно попал в мелкое ДТП. Оно, конечно, случайное и нелепое, но мужчина настолько запуган, что начал бояться за свою безопасность. Пропускают девушку, ба-бах, меня это даже перетрясло. Не знаю, почему, автоматически я закрываю двери, как-то что-то запугался, потому что столько происходит. Пока, по словам Александра, противники Яндекс.Такси к радикальным мерам не прибегали, но всячески используют информационные ресурсы, чтобы усложнить работу новому перевозчику. Это уже на протяжении двух недель. Они, как говорится, и не дают работать Яндексу, вызывают отбое. В городе есть ряд крупных фирм такси. Это Камила, Макс, Максим, Фортуна и 21-й век. А всего частным извозом занимается почти 10 тысяч нижнекамцев. 200 из которых пользуются новым сервисом и реагировать на выпадки конкурентов. Их же оружием они не собираются. Ну а тем, кому не нравится принципиально другой подход к организации частных перевозок, такой, как использует Яндекс, придется набраться терпения. Ведь уже скоро на Нижнекамский рынок таксомоторных перевозок зайдет еще один игрок. Это Uber, который ориентирован на простоте и удобстве вызова машин и комфортных экономичных поездках. Поэтому всем будет лучше зарыть топор войны и заниматься улучшением качества предоставляемых услуг. Александр Комаров, Максим Липин, Новости НТР.